и другие подпольные партии. После первых покушений на Александра II, в 1866 году при канцелярии Петербургского градоначальника появилось отделение по охранению порядка и спокойствия в столице. 1 ноября 1880 года при канцелярии Московского оберполитмейстера образовали секретно-розыскное отделение. В 1900-м такое же отделение появилось в Варшаве, затем во многих крупных городах России. Это была, собственно, политическая полиция. Охранное отделение формировали из офицеров отдельного корпуса жандарма. А в корпус принимали только из потомственных дворян. Жандармы носили красивую синюю форму и получали содержание минимум вдвое больше, чем строевые офицеры. В Петербурге служба была на виду. К тому же ежемесячно департамент приплачивал 25 рублей и полагались наградные на Рождество, на Гуся. Но именно Московское охранное отделение считалось передовым по части политического розыска. Московское охранное отделение, благодаря тому, что во главе его в течение нескольких лет стоял Сергей Васильевич Зубатов, приобрело особенное значение. Все, что шло из этого отделения, пользовалось особенным авторитетом. Худой, тщедушный, невзрачного вида брюнет в форменном поношенном сюртуке и в черных очках Зубатов начинал мелким чиновником, но обратил на себя внимание знанием революционного движения, умением подходить к людям и склонять членов революционных организаций к сотрудничеству, вспоминал Павел Заварзин. Зубатов был фанатиком своего дела. Зубатов, признавали сослуживцы, поставил розыск в империи по образцу западноевропейскому, введя систематическую регистрацию, фотографирование, конспирирование внутренней агентуры. Некоторые коллеги Сергея Зубатова проявляли редкую находчивость. Меньшевики объединялись в Саратове вокруг признанного своего лидера, адвоката и редактора одной из газет «Тапуридзе», вспоминал жандармский офицер Александр Мартынов. Адвокат «Тапуридзе» был очень популярен в Саратове, да и вообще в Поволжье. Уловил я его на женском вопросе. «Тапуридзе» пользовался успехом у женщин. Типичная кавказская наружность, черная борода, жгучие глаза и довольно красивое лицо при умении говорить и левых взглядах создавали ему успех в местных женских кругах. Притом не только левых. Через свою агентуру я узнал, что Тапуридзе затеял роман с женой одного видного местного чиновника, правого по убеждениям. Жена его, отцветающая блондинка, была не дурна собой. Казалось, типичная, тихая и счастливая семья. Филюры заметили, как Тапуридзе глубоким вечером с соблюдением некоторых предосторожностей вошел, открыв своим ключом, в крохотный, полуразвалившийся домик в одном из самых тихих уголков Саратова. Филюры рассказали мне о замеченном ими конспиративном заходе в этот домик Тапуридзе. Установили наблюдение. Вскоре выяснилось, что в этот домик почти одновременно с Тапуридзе является какая-то дама. И после некоторого пребывания там оба разновременно удаляются. Дама оказалась женой того самого видного чиновника. Я готов был заподозрить ее в содействии революционной деятельности Тапуридзе, но один из моих секретных сотрудников, знавший все и вся в Саратове, объяснил мне, что в этих свиданиях кроется только роман. Но эта дама бывала в семьях жандармских офицеров. Она могла слышать разговоры на темы, не подлежащие разглашению. Могла услышать кое-что и о Тапуридзе, и передать ей. Я рассказал все губернатору, что знал, так как муж романтической дамы выполнял весьма конфиденциальные поручения. Губернатор решил было пойти на крутые меры. Я предложил другой план – провести обыск в домике в самый час свидания, надеясь на то, что Тапуридзе, защищая честь дамы своего сердца, будет вынужден пойти на компромисс с властью. Захваченную на месте преступления незадачливую пару, к десяти вечера доставили в кабинет начальника губернского жандармского управления, который и имел с ними по очереди длительное объяснение, затянувшееся далеко за полночь. Полковник взял с собой слово «прекратить» столь неудобный роман, а с Тапуридзе, кроме того, слово «прекратить» подпольную деятельность, в награду за что уничтожил протокол обыска и дал обещание не разглашать происшедшего. Тапуридзе был избавлен от неприятных объяснений с супругом, а мы избавились от Тапуридзе, который вскоре исчез с политического горизонта Саратова. Романтическая же дама стала избегать жандармского общества. Главным оружием в борьбе с подпольем стала осведомительная агентура. Были случайные заявители, штучники. Были постоянные осведомители, большей частью дворники или горничные. И, наконец, секретные сотрудники, платные агенты полиции из числа самих революционеров. Когда задержанному грозила высылка в места не столь отдаленные, рассказывал Александр Мартынов, сделавший большую карьеру в полиции, являлась возможность склонить того или иного не особенно устойчивого марксиста, эсдека или эсера к оказанию услуг правительству. Над такими покладистыми революционерами мы шутили словами Франца Мора из «Разбойников Шиллера». Бедняга не родился быть мучеником за веру. Разные причины толкают человека к согласию доносить на бывших товарищей. Страх наказания обыкновенно лишь одна из них. Другие-то – жажда денег, тайная жажда власти, стремление повелевать окружающими и быть приближенным к сильным мира сего. Некоторых пугала тяжесть наказания, считал генерал Герасимов. Других соблазняли деньги. Третьих, на этот путь толкали личные антипатии против тех или иных революционеров. Особенно ценными были люди, которые искренне разочаровались в революционном движении. Самой опасной считалась партия социалистов-революционеров, которая сделала ставку на террор. Боевая организация партии действовала автономно. Первоначально руководил ей врач-бактериолог Григорий Андреевич Гершуни. Он был арестован и приговорен к смерти. Тогда террористов возглавил Евгений Филиппович Азеф, член ЦК партии эсеров и самый, пожалуй, крупный агент охранного отделения. Он сам предложил свои услуги жандармскому управлению. Обычно осведомителю не удавалось продержаться больше двух лет. Его разоблачали. Азеф работал на полицию 16 лет. Но был далеко не единственным, кто снабжал полицию информацией о планах революционеров. Окончившая Смольный институт Зинаида Федоровна Жученко, по своим убеждениям, была далека от революционных стремлений и согласилась пойти в секретную агентуру от любви к таинственности, риску, а отчасти авантюризму. Жученко была полезнейшей сотрудницей Московского охранного отделения. На ней базировалась работа этого учреждения много лет, пока, наконец, она не была разоблачена. Партия поручила Жученко взять на себя руководство убийством минского губернатора, впоследствии заместителя министра внутренних дел Павла Григорьевича Курлова. Получилась дилемма. Или ее провалить отказом исполнить веление комитета, или для сохранения ее исключительного положения в партии пойти на компромисс. Разрывной снаряд она поставила в Московское охранное отделение, где запальные приспособления были обезврежены, отчего при метании взрыва произойти не могло. Этот безопасный снаряд был брошен в губернатора. Нельзя было не оценить характер Жученко и ее незаурядный ум, когда ее глаза оживлялись, и в них чувствовалась проницательность, хитреца и увлечение ее делами. Цель ее жизни – воспитать и поставить на ноги своего малолетнего сына. Слабостью ее была музыка и опера. Еще одним крупным осведомителем среди эсеров был Николай Юрьевич Татаров, но он через год прокололся. Субтитры создавал DimaTorzok